Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич, сегодня мы поговорим про новый симулятор под названием Sovia Driver. Но сначала немного в курсоводящей инфы. Первое, что стоит отметить, это то, что игра ещё не вышла и произойдёт это не скоро. Поэтому сразу говорю, что ссылки на игру в описании не будет при всём желании. Вы спросите, блин чел, а откуда ты тогда взял инфу и что у тебя на экране? Разве это не игра? Во-первых, инфа взята из официальной группы разработчиков. Ссылка на неё, ясен красен, в описании. Во-вторых, всё, что будет в видео, это скрины с разработки этой самой игры, которые всё так же взяты из CG Official. Да, англичанин прям. Будет ли игра на iOS? ХЗ. Курсоводящая инфа в видео переходит в курсоводящую инфу в игру. Погнали. Как гласит первый пост в группе, в игре нам предстоит выполнять миссии на советских машинах. Как выясняется, позже там будут далеко не только советские машины. Также в игре будет бездорожье. Помимо, будет возможность перевозить пассажиров. Ну, в принципе, знаете, дефолт. Единственное, бездорожье меня как-то заинтересовало. В любом случае, всё это дело заслуживает много внимания. Такие проекты делаются не каждый день. На берегу хочу выразить респект разработчику или их команде. И сразу же написано, что на разработку уйдёт 2-3 года. Пост создан в 2020, то бишь, в лучшем случае, игра должна выйти в этом или в следующем году. Что ж, ну а теперь самый сок. Одна из первых машин на проекте это ГАЗ М1. То есть, место ретро-машинам в игре уделено. Дальше нам показали Москвич 2140 и Запорожец. Это довольно старые посты, поэтому вполне вероятно, что модельки машин были как-то изменены в плане качества. Как-то останавливаться на каждом скрине желания нет, поэтому идём дальше. МАЗ 500 и с песком. 100% ещё не доработаны. По крайней мере, на скрине точно. Посту не меньше года. И я уверен, что есть сдвиги в лучшую сторону. Далее, боярский скрин. На фон пока не смотри... Блин, ну нафиг вы посмотрели. Я хотел позже про него рассказать. Ну, в общем, центр внимания. Волга не лучшего качества. Зато колёса огонь. Я думаю, её тоже улучшат. Посту опять же год. Из следующего поста мы узнаём, что действия будут происходить в Курске. Это рашка, если что. И тут же процесс создания карты. Тоша дальше пойдёт то, что никто не ожидал. Рено Волган. Как написано в посту, иномарок будет много. Про что я и говорил. Как сказал сам разработчик, у модели есть много косяков, и он их исправит. Кстати, блин, это же лицензионная модель. И да, ещё один интересный факт. Номера российские, поэтому действия будут происходить плюс-минус в наше время. А теперь то, про что я хотел поговорить отдельно. Вот вам Икарус, который вы успели увидеть на фоне, и Космич. На котором стоят советские номера, что вызывает ряд вопросов. А на Иркутске написан маршрут. Курчатов-Курск. Что говорит о том, что в игре будет не один город. Идём дальше. ВАЗ-2101. И нам впервые показывают салон, который сделан очень хорошо. По скринам видно, что разработчик всё больше уделяет внимание деталям, и всё больше набивает руку в создании моделей. И тут же держите ещё один скрин из какого-то района города. Тут прям такой кайф смотреть на всё это. Салон просто шедевральный. Надеюсь, на выходе он сохранит своё качество. Далее нам показывают город и две уже знакомые машины. Из особенностей хочу отметить работающие светофоры. Классные модели и приятные текстуры. Мне уже прям захотелось поиграть в эту игру. И у нас появляется пазик. А вместе с ним скрины из салона с баснословной оплатой проезда в 5 рублей. Тут кайф, придраться не к чему. А тут у лючков скрутили ручки, да и кого-то волнует. В общем, тоже кайф. Это я говорю как человек, который каждый день из шараги на таком ездит. Тут даже сидения также стоят. Ещё один скрин из города. На нём засветили ВАЗ-2101 в роли советской милиции. Чуть правее на парковке рядом с москвичом стоит какая-то машина. Что за машина ЯХЗ? Если есть варианты, пишите в комментах. На здании я вижу плакат или фреску, посвящённую приручению атома человекам. Так как город называется Курчатов, а Курчатов это российский и советский физик, отец советской атомной бомбы. Значит, это всё как-то связано. За эту тему я очень хорошо шарю благодаря сериалу от HBO и моей любви к атомной энергетике. Что ж, ну а сейчас встречайте первый грузовик его величества ЗИУ-130 в бортовом исполнении на советских номерах. И сразу же за ним идёт ГАЗель на ГАЗУ. Всё так же в бортовом исполнении, но уже на российских номерах. Вы думали это последняя ГАЗель? Нет, вот маршрутная ГАЗель. Кстати, со скрином из салона всё так же бомбезного качества. Ну а сейчас время нежданчика. Матис, да. Он самый интересный на ГАЗУЛе. А тут у нас АО Курчатов Автотранс. Я решил это загуглить и знаете что? Такое же место есть в реальной жизни. Даже ворота того же цвета. Это плюс 100 крутости игры. И в ЗИЛе мы видим персов. Поэтому мир этой игры будет не без людей. Сейчас сядьте и примите это как факт. ИСУ-152. Дэ. Танк. Да ладно, это всего лишь модель для памятника в городе. Кстати, блин, текстуры меня разочаровали, как и стыки. Очень неприятно видеть подобное. А сейчас крутая новость. В игре будет ходячий тепловоз, а точнее ТМ-2. Смотрите, как он сносит ГАЗель. Что ж, пропустив пару не столь важных постов, мы спавнимся рядом с Логаном уже в 2022 году. В игре будет старый и новый Волган. Следующий скрин вам очень понравится. Курская деревенька. Блин, деревья как из дальнобойщиков 2. А в остальном все довольно меленько. Ну и последняя на сегодня иномарка. Volkswagen Passat. Который, как пишет разработчик, еще не закончен. А тут он уже закончен. И уже на нем можно ездить. Кстати, за одним нам и район показали. И что-то на чернобыльскую атомную электростанцию, похожее вдалеке. Фух, осталось 2 скрина. Вот так должна выглядеть менюшка игры. Вполне неброско и симпатично. Ничего лишнего, но настроек думаю все-таки не хватает. А последний скрин вышел в день начала работы над видосом. На котором разработчик показал интерфейс, где мы видим паузу, ручник и смену камеры. Очень атмосферно, смотрится деревенька вдалеке. Единственное, что режет глаз, так это малополигональные повороты. Ну и на этом, в принципе, все. Вывод по увиденному. Очень хорошее начало. Реальный город. Реальные места. Реальные машины. Качественные салоны. Россия. Но малополигональные повороты, некрасивые перекрестки, плоские деревья. Всегда есть минусы. Так как эта игра еще даже не вышла, можно надеяться, что вышеперечисленные проблемы решатся. Возможно, придется пожертвовать производительностью. В общем, время покажет, а в целом я бы поиграл и посмотрел, что да как. Лично мне проект понравился. Ваши впечатления готов слушать прямо сейчас в комментариях. Если вы все еще ждете ссылку на игру, то пересмотрите ПЖ первое 20 секунд видео. Ждите продолжения, наводите актив и суету под видео. Покажите друзьям, чтобы тоже узнали о проекте. И сами подписывайтесь на группу разработчиков. Ссылка все так же в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.